Я тебя хочу расспросить, я даже в список себе составила вопросы, потому что мы на самом деле очень часто пересекались, но не так уж часто общались с Марианной, и мне было бы тоже очень интересно тебя получше узнать. Мы с ней познакомились, когда я обучалась анимации. Я тогда помню, что у вас была студия «Люма Студия», да? Да, да. Вот как вообще ты попала в анимацию? Да, начну с анимации. В общем, у меня мечта появилась где-то лет, наверное, в 15. До этого я мечтала быть всем, тем можно быть, ветеринаром, художником, даже учителем, адвокатом. Ну, то есть я постоянно играла в разные профессии. Вот, а потом у меня какая-то появилась такая идея. Вот, и я попала на студию Горького в 15 лет. Вот, ну, мне там давали маленькие какие-то задания, я там выполняла их, ну, потому что я пришла и сказала, что я хочу делать анимацию. Вот, в музее анимации. И я уже, получается, с 15 лет так по чуть-чуть изучала какие-то программы. Вот, а потом поступила в институт в МГУКе культуры и искусств в Москве уже учиться на аниматора. Вот. И, ну, вот, в общем, вот так вот. Ну, мне кажется, что у меня чем дальше, у меня разные отношения с анимацией, у меня мега сложные, но мне кажется, что чем дальше, тем я больше в этом открываю для себя. То есть в анимации, в видео, в общем, долгий путь, долгие отношения. Ну, да, я видел, что ты периодически поёшь и даже издаёшь альбомы, песни. Вот, расскажи, пожалуйста, как вообще тоже у тебя это появилось и как ты это развиваешь? У меня родители отдавали везде, куда можно было в детстве. Отдали музыкальную школу тоже. Закончила её просто с ужасным треском, потому что с 15-го года единственное, что я хотела от музыкальной школы, это уйти из неё, чем, скорее всего, лучше. Вот, но меня уговорили в последний год, что вроде 6, ну, уже 5 лет потратила заниматься. И я, по-процепиано, то есть у меня был очень усердный год. Я в один год, там, по 4 часа в день играла, чтобы делать эту программу выпускную. Вот. Ну, и, конечно, когда я сделала эту выпускную программу, мне там поставили четвёрку с натяжкой, отпустили меня. Ну, мне всегда нравилось петь в хоре. Вот. В хоре я ходила петь, остальное всё забивало, особенно там с альфеджио. Прям, ну, у меня вообще-то очень тяжело было. А потом как-то через какое-то количество лет, то есть там уже там в старших классах я что-то начала на гитаре играть, ну, как в том возрасте, когда все начинают на гитаре играть, наверное. Вот. И потом как-то форцепиано вспомнила и как-то поняла, что мне прям нравится. То есть для меня это какой-то путь, вот, как бы анимация и рисунок — это какое-то большее исследование. А музыка для меня — это выражение в моменте именно чувств. То есть когда ты прям слишком много чувствуешь, и ты не можешь это никак обработать, музыка — это единственное, что меня может спасти. Всё так здорово, когда умеешь это делать, да, потому что тоже иногда хочется попеть, и ты понимаешь, что, ну, пока навыков не хватает, чтобы делать это так, чтобы кто-то ещё мог это слышать. Так. Мне кажется, главное, ну, делать. Делать лучше делать, чем делать. Делать, может быть, да, на самом деле. Да, да, да. Ну, двум девочкам, да, наверное, сложно. Ну, да, мы попытались доехать от Москвы до Краснодара, и решили больше никогда этого не делать. Ну, было сложно, то есть были пересадки, потом мы в ночь попали ехать, ну, то есть как-то, ну, с незнакомыми людьми было так стремновато, на самом деле. Ну, конечно. И потом, куда вы отправились дальше после Краснодара? Мы изначально, это так, наша изначальная точка, то есть мы поехали в Индию на зиму, и после Индии, получается, мы из Гоа поехали в Решикеш. Ну, уже как бы вот мы с Катей вместе выехали из Гоа, доехали до Решикеша на поезде, да, на автобусе. Вот, а потом уже в Решикешу поехали месяц, после Решикеша поехали на индийскую свадьбу в Удайпур, это на юге Индии. Ну, это было тоже очень круто, то есть было короткое путешествие, совершенно спонтанное. Мы просто, ну, знакомый он просто пригласил, потому что он друг жениха. И мы, у нас была неделя до вылета в Москву, мы просто на весь этот оставшийся зазор, который у нас остался, мы взяли билеты впритык вот в Удайпур, чтобы попасть на эту свадьбу. Вот, и потом, когда мы вернулись уже в Москву, мы так немножко, ну, собрались с духом, потому что после полугода не в России, то есть так, как мы смотрелись. И через месяц мы поехали сначала в Краснодар, потом в Ростов-на-Дону, оттуда мы поехали, ну, по-разному, на Блаблокаре, на автобусах мы ехали, по-разному. Мы поехали в Самару, в Волгоград, в Самару, потом в Красноярск, от Красноярска в Туву, потому что там был шаманский фестиваль. Вот, в последний день в ГОА я узнала о шаманском фестивале, что он будет в Туве, в России. Вот, и мы как-то решили, что надо туда поехать, и поехали туда. А потом мы вернулись в Москву и поехали в Питер, вот, и пожили в Питере месяц, и потом уехали в Берлин. В общем, такое. Хорошо, не разочаровывал ли тебя шаманский фестиваль? Нет, вообще. Ну, вначале у меня было странное ощущение, ну, потому что после Индии, то есть в Индии, ну, как, то есть все вот люди духовные, эзотерические, они такие все светлые, приветливые, такие воздушные. И когда я попала в маршрутку, которую я везла, ну, везла, то есть там часть была шаманов, часть учителей, просто там человек 12 было в маршрутке, и все просто такие, кто-то какие-то трубки курит, там, они такие что-то читают, разговаривают про какие-то книги, кто-то читают все-таки, какие-то замороченные. И у меня тогда было на контрасте очень странно, вот это, говорю, Кать, ну что, мы куда-то едем не туда. А потом через день я как-то уже погрузилась в атмосферу, то есть когда там уже нам начали, ну, ритуалы показывать, куда открытие прошло, фестиваль, как-то прям очень классно. Там еще он очень был международный, и я еще тогда не знала, что, ну, у меня были сомнения, перееду ли я в Берлин, то есть получится у меня или нет, но на фестивале было 50, из 200 человек на фестивале 50 было немцев из Берлина, вот. Ну, то есть так случилось, что это была целая делегация немцев из Берлина, и я тогда как бы уже начала как бы общаться, коммуницировать с немцами из Берлина, и я поняла, что как бы скорее всего перееду, вот. Вот, и оказалось потом, что когда мы приехали в Берлин, оказалось, что друг, ну, с которым мы там познакомились на фестивале, что он живет на соседней, ну, мы сняли квартиру на соседней улице от него. То есть это прям такое было. Ну, знаешь, такое ощущение, что фестиваль — это вот то, что должно было как-то быть в моей жизни, то есть я не могу сказать, что я там разочаровалась, не разочаровалась, а это вот какая-то прям, ну, ну, какая-то часть важная, наверное, для понимания, и я в фестивале не была, то я бы никогда по России бы не стала, ну, у меня не было бы достаточно мотивации путешествовать по России, то есть вот так вот прям проехать. Вот. А тут так сложилось всё. Ну, конечно, очень красиво. Какие города помимо России тебе нравятся или страны, может быть? Ну, мне нравится Барселона, ну, потому что мы там делали фестиваль пять лет, и Барселона для меня это какое-то, ну, какая-то родная. Вот. Хотя она очень туристическая, и с каждым годом я прям была сейчас. Сейчас ничего не туристическое. Но она была туристическая, и с каждым годом вот это вот, ну, становилось всё более как-то... Ну, как будто бы ты уже не можешь такого уюта почувствовать, как будто так много людей вокруг, и так много проходит людей мимо, что ну, очень как бы не так уютно, как когда я была там вне сезона или когда меньше туристов. Вот. Еще я очень люблю Порту в Португалии. Вот. Там очень тоже красиво. Ну, что-то есть общее от Барселоны, но еще, как я это для себя определяю, еще я считаю, что это от Гоа, потому что, ну, португальцы Гоа тоже много чего построили. И какой-то очень прикольный такой микс получается. И португальцы, они для меня, они как будто бы они не совсем испанцы, они как будто больше для меня по ментальности на русских похожи, что ли. Они спокойнее как-то. И мне вот, ну, они очень нравятся. Они приятливые и классные. Не, ну и Берлин. Как ты вообще решилась переехать в Берлин? И как давно ты вынашивала эту идею? Года, наверное, до переезда. Первый раз я была в Берлине в семнадцатом году. Вот. В сентябре или в октябре семнадцатого года. И как-то так получилось, что я приехала, и мне было очень как-то уютно, хорошо, комфортно. И я начала сразу общаться с, ну, познакомилась с одной девушкой. Она хотела поступать на аниматора в Берлине. И она показывала, что она подготовила, как она папку собрала, потому что там в Берлине очень, ну, мне кажется, то же самое, что и в русских институтах. То есть ты как бы творческие экзамены проходишь. Тоже там пять туров творческих экзаменов. И вот она готовилась к первому туру, ну, папку готовила к отправке. Она ее показывала мне подробно, что-то спрашивала, что-то рассказывала. И меня как-то очень-то вдохновило. И я в какой-то момент, у меня какая-то возникла сумасшедшая идея, что чуть ли не там за три месяца выучить немецкий, попробовать и поступить. Но я потом поняла, что это чересчур. Вот. И как-то отложила эту идею. Но у меня было какое-то ощущение, что вот это может как бы произойти в моей жизни, что вот что-то в этом есть классное. Вот. И потом как-то постепенно оно как-то так и сложилось. Потом нашлась вот эта возможность по поводу визы фрилансерской в Берлине. Как вот ее оформить и все. Оказалось, что это не так сложно. Вот. Ну и как-то, я не знаю. Мне кажется, что с другой стороны, я понимаю, что я здесь уже больше, чем полтора года. И, ну, какие-то моменты все-таки есть какие-то сложности. Как минимум, ну, то есть психологически ты как-то так думаешь, блин, ну не все. Ну, то есть ты начинаешь жить как бы обычной жизнью, потому что ты больше не турист, ты уже, и возникают и моменты языкового барьера, и возникают моменты самооценки, когда ты там не можешь что-то понять, или ты просто не знаешь чего-то. Для меня в какой-то момент это, ну, то есть я не знаю, если бы я заранее знала, что насколько мне будет по-разному здесь, я не знаю, наверное, мне было бы тяжелее переехать. Но так как я особо не знала, и я такая, вау, круто, все, поехали. Ну, то есть мне было легко. Ну, то есть мне кажется, что когда я что-то такое делаю, я не думаю. Мне кажется, это правильно. То есть когда есть какая-то мечта, ну, мне надо думать, что может быть по-разному, просто надо делать, а там как сложится. А не бывает языковой барьер? Как это вообще? У тебя были знания немецкого языка до этого? Нет, нет, вообще нет. Ну, то есть у меня прям... Ну, я знала слова, которые знают люди, которые смотрят фильмы про войну. Ну, то есть там Гитлер Капот и... Это хох, как пришел, шметерлинг. Я не знала. Это, нет, это слишком сложно. Это не знала. Слушай, я подумала, что ты знаешь как бы язык, потому что, ну, уезжать в другую страну для меня это так, типа, как вообще взаимодействовать со своими? Ну, конечно, решилась, молодец. Да, ну, я английский зато подтянула, ну, как-то. То есть я поняла, что, ну, когда очень сильно боишься и надо говорить по-немецки, ты как бы начинаешь говорить по-немецки и начинаешь говорить по-английски. И английский из-за этого, то есть языковая барьера в английском у меня очень-очень быстро стерся. А немецкий, то есть я постепенно, я начала его учить, но я пока на самом базовом уровне. То есть у меня А1, 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 2, то есть это самый базовый уровень я закончила за три месяца. Вот. Но у меня в планах продолжать и выучить, ну, хотя бы до Б1, чтобы там какие-то можно было читать новости и учиться. Ну, потому что я думаю, что я бы здесь еще поучилась. Много ли людей разговаривать на английском? Очень много. Да, даже сейчас, то есть сейчас получается так, что здесь очень много экспатов, ну, и творческих людей, и большинство, они сейчас поехали, ну, все разъехались по своим странам, вот, но даже сейчас я на улице 50 на 50 я слышу английский и немецкий. Вот. Ну, даже просто вот когда в магазин иду. Ну, вот. Как вообще с работой получилось у тебя? И вот, кстати, во время путешествия, когда вы путешествовали, откуда вы брали деньги, на что вы путешествовали, работали ли вы во время путешествия? Потому что это тоже такой животрепещущий вопрос. Да, но мы работали, мы работали, то есть мы работали особенно первую часть, у нас было два больших проекта, у нас был проект зимой, который в Гоа мы делали, и у нас был проект весной, который мы делали в Решикеше, и там дальше чуть-чуть заделывали. Ну, и потом уже, как бы, какие-то маленькие штуки, которые, ну, фриланс какой-то, если приходил, мы делали, а так, в принципе, получается, что вот на эти деньги зимы и весны, то есть мы, как бы, дальше путешествовали. А как вы находили клиентов или клиенты вас находили? Ну, у меня вообще очень интересная история в жизни, что у меня очень часто бывает такое, что я как-то в жизни очень редко даже задумывалась о какой-то рекламе, ну, прям вот как бы какой-то намеренной. Ну, не когда это просто там пару постов, да, когда ты прям намеренно начинаешь продумать суперстратегию. Вот как-то всегда заказы приходят через каких-то знакомых, друзей, друзей, друзей. И то есть даже не успеваешь задуматься о том, что нужно какую-то рекламу подать или как-то себя рекламировать. Ну, какие-то возможности появляются, кто-то что-то предлагает, и вот. А расскажи вообще, чем ты занимаешься, чем, какие у тебя в основном фрилансы бывают? Возможно ли это, ну, это, видимо, возможно делать удаленно? Да. Ну, сейчас у меня нет почти по анимации фриланса, потому что я после вот как раз того года, когда я путешествовала, я как-то решила от анимации отходить. Ну, потому что долго, сложно, не всегда как бы, ну, не всегда получается то, что хочется, и, в общем, разные причины. Как-то перегорело. Вот. Я больше начала смотреть в сторону видео, в сторону какого-то моушена. Вот. Сейчас я делаю в основном какой-то моушен-дизайн, заставки. Я монтирую. Монтирую лекции, клипы, всякое разное. Вот. Иногда какие-то снимаю маленькие вещи, то есть клипы, рекламу какую-то. Вот. Как режиссер, иногда как режиссер и оператор. Ну, если проект совсем маленький, здесь в Берлине. Вот. И еще, ну, когда нужно какую-то графику делать, иногда делаю графику, какую-то цветокоррекцию. Ну, в основном сейчас монтаж. А какие из проектов тебе запомнились больше всего из того, что ты сделала? Ой, ну, мне нравятся очень два проекта. Один анимационный, а один видеопроект. Вот. Анимационный проект — это мы делали с Катей и с Андреем Воробьевым, с музыкантом. Мы делали проект, который называется «Нотная тетрадь». Вот, это мой фильм. Он экспериментальный получился. И он очень... Ну, меня он до сих пор трогает, и я до сих пор в нем нахожу что-то новое. Вот. Но, в принципе, он очень абстрактный. Очень... Меня очень многие люди спрашивают с первого раза, что это, про что это и как это. Ну, потому что он очень странный. Но он очень... По мне он очень получился такой визионерский в плане того, что мы... Ну, у нас был подход интересный. Мы брали музыкальные... Ну, брали тональность, брали цвет и как бы делали композицию, базируясь вот на цвете и... Ну, на ощущениях, которые у нас возникают от цвета и тональности. И, то есть, мы сделали такие истории, то есть, там, семь истории и вступления. И это очень все... Ну, мне кажется, что это до сих пор вот интересно и актуально. Другие работы, они как-то все как будто в прошлом, а эта, она еще как-то здесь. И еще клип мы делали в Берлине с Леной Топол. Это оператор из Берлина, из Берлина, из Питера, для одной питерской группы. Мы делали очень красивое такое видео с обнаженными людьми, клип, который называется «Пульс». Вот, «Пульс» мне тоже до сих пор прям нравится. Я его пересматриваю и... Да, вот, две работы. А вообще, почему ты решила именно уехать из России или это как бы не стояло вопрос, что именно из России, и просто тебе хотелось в Берлин? Ну, на самом деле стояло вопрос, что из России, потому что изначально у нас был еще проект, который не сложился в Ирландии. Мы делали стартап, мы разрабатывали платформу для кинообразования, онлайн кинообразования. И там был тендер, было 10 участников, и из них 7 давали финансирование. Но у нас был проект, он назывался «Фильммейкер». Он был на самом первом... Ну, мы только были в разработке, у нас даже не было... Ну, у нас был сайт, но у нас не было даже приложения, тестового, ничего. То есть у нас не было продаж, и из-за этого нас завернули. То есть мы прошли два тура, третьего тура... То есть нас уже пригласили в Ирландию, визы сделали, там был питчинг, нас повозили там по этим живописным видам, показали, где можно открыть каворкинги. Ну, в общем, очень классно было, красиво, но потом не сложилось. Да. Вот. И как-то осталось вот этот какой-то гештальт незавершенный. То есть до этого как бы получалось... До этого же была еще анимационный фестиваль в Испании, в Барселоне. И там тоже как бы получилось так, что какой-то был... Ну, то есть было знакомство очень близкое с европейской культурой, со всем. И то есть понятно было уже тогда, что мир как-то он шире, больше, и что-то еще хочется куда-то. То есть какой-то коммуникации, чего-то. Да. И потом, видимо, как-то оно закономерно все к этому и пришло. А не бывает одиноко? Ой, ну, уже нет. Ну, то есть поначалу у меня было меньше знакомых, но, в принципе, мне кажется, что полберлина состоит из полберлина русских, поэтому я только по-русски не исключаю. Я, кстати, часто сейчас вижу, что очень много русских уезжает в Берлин, и там такой уже город очень интернациональный, и мне даже интересно, как бы, почему, что такое привлекает людей. Потому что я там ни разу не была, и, конечно, хотелось бы побывать, посмотреть. Ты еще рассказывала, что у тебя были в Барселоне, был проект, которым ты занималась пять лет. Что это был за проект, интересно? Это был анимационный фестиваль. Изначально каким-то очень странным образом он появился. Просто один знакомый художник, Кирилл Аркадьев, он продавал, ну, как бы его картины покупают люди из разных стран. И вот у него был заказчик один из Барселоны, из пригорода Барселоны. И у него был свой отель, и он, говорит, позвонил один раз и говорит Кириллу, можешь ты что-нибудь организовать в это время, вот, в моем отеле осенью, потому что он не сезон, и мало людей приезжает. Вот, ну, и мы сели, начали, думаю, с головой штурм, решили что-то сделать клевое, придумали фестиваль анимации. Ну, и потом как-то так получилось, что из нашей команды получалось так, что на первый фестиваль Кирилл не смог поехать. Вот. Ну, и мы как бы сделали фестиваль без Кирилла. Потом получилось так, что мы сменили место, то есть уже остались не в отеле, а в другое место переехали. И мы все равно звали Кирилла, потому что Кирилл президент нашего фестиваля. И на второй фестиваль Кирилл тоже не смог поехать. Вот, и мы сделали второй фестиваль опять без Кирилла. И потом получилось, что как бы фестиваль остался, и мы уже на второй год хотели его как-то... То есть там были какие-то моменты какого-то финансирования, но они были, то есть там то, какие-то знакомые из Газпрома чуть-чуть помогли, то еще кто-то, но в целом он был максимально вообще некоммерческий. То есть как бы мы с этого денег особо не зарабатывали, ну то есть и вход был свободный, вот. И нам приходило еще тонну просто заявок, которые, ну, с анимацией, которые мы со всего мира, которые мы разбирали постоянно, вот. То есть с одной стороны это было такая, ну это было очень клево, это было очень весело и очень много было классного общения, но с другой стороны, с точки зрения коммерческого, это мега бесполезная, бесполезная вещь. Вот, ну и пять лет как бы мы, ну мы смогли вот проводить пять лет, потом уже после пятого года стал вопрос о том, что нужно как-то его или трансформировать, или что-то делать, вот, и как-то ни у кого не было сил, ни желания, и там какой-то был кризис в Москве, и мы как-то от этой идеи отказались, вот. Ну, было очень круто. А там, получается, с призами с какими-то это было, или просто там куча работ, вы могли приехать посмотреть, поучаствовать? В каком виде это вообще было? У нас было, у нас были, ну, как бы выбирали жюри, ну, приглашали людей, у нас был сценарист американский, при том это удивительно, что как-то он сам написал, ну, видимо, у него какая-то рассылка была, сценарист спанчбоба, вот он был. Да ладно? Вот, жюри, да-да-да, вот, очень классный. У нас был кукольный режиссер, очень классный поляк Марк Ходочинский, тоже очень клевый. Ну, и как-то у меня, ну, мастер мой, Владимир Тарасов, тоже ему приглашали в жюри для фестиваля, вот, еще, ну, разные, и локальные из Барселоны тоже, и кукольники, и просто аниматоры, вот. В общем, как-то классно, то есть у нас какая-то, и мы делали какую-то программу, да, и в последний год у нас был фестиваль, мы поняли, что в Испании, в Барселоне не очень заходят просто мультики, ну, мало кто любит сидеть и смотреть просто кино очень долго, тем более там два дня подряд, или один день. И мы сделали, нашли цирк такой, старый, старый цирк, вот, и сделали в этом цирке цирковую программу вместе с анимационной, то есть она менялась, то есть, ну, то есть там два часа анимации, выступление клоуна, или выступление акробатов, ну, и это получилось очень так, ну, очень как-то очень по-киношному, очень в стиле Феллини как-то, ну, очень классная была атмосфера, ещё какие-то мастер-классы у нас там были детские, ещё какие-то штуки, тоже у нас там музыканты были русские, которые в Барселоне живут. Ну, то есть как-то так очень уютно, это было очень про коммуникацию, вот. И я ещё хотела задать, пожалуй, наверное, последний уже вопрос, потому что мы так очень много уже разговариваем. Ты участвовала в проекте «Смена», да? Да, да. Расскажи тем, кто не знает, что это за проект, и как вообще там осуществляется коммуникация? Это проект, в общем, изначально двух ребят, Настя и Никиты, они его придумали в Азии, первые смены проходили в Азии, они придумали его в формате коливинг, то есть они собирают людей, близких по духу, по мировоззрению фрилансеров, вот, неважно, чем они занимаются, и фрилансеры просто все съезжаются в один дом и живут две недели как бы в формате, ну, лагерной смены, да, то есть у них есть какие-то ритуалы, то есть каждый день, допустим, ну, все собираются, ну, как свечка в лагере, оно по-другому называется, чекин, все собираются на чекин, и говорят, у кого какое состояние, кто что собирается делать, куда можно сходить вместе потусить, или попутешествовать куда-то, ну, на один день, вот. Мне как-то это вот так проходило сначала, а потом, и киносмена, это такая штука, которую все те люди, которые были на киносмене, они могут сделать свою смену, вот. И вот две девочки, Настя и Маша, вот, они, значит, они занимаются кино, документалистикой, и они сделали смену киносмену, они придумали киносмену, привели первую киносмену в Берлине, вот. Я как-то полуслучайно, внезапно попала на нее, вот. Но мне очень понравилось, и в киносмене очень важно было, ну, именно осуществить свой проект в течение этого времени. Она была, сейчас вот была, ну, я была на двух сменах, сейчас еще были дальше. В Питере тоже, кстати, была смена, киносмена коротенькая, пять дней. Они обычно короче, то есть не две недели, а там десять дней максимум, вот. И, да, то есть получается, что собираются люди, которые заинтересованы в том, чтобы осуществить проект. Но там были не только люди, которые занимаются кино, были и художники, и фотографы, и аниматоры, много разных людей, и вместе как-то, ну, вместе делали всякие проекты. Можно участвовать в любых проектах, вообще, с кем договоришься, либо в любом количестве, в любом качестве. Вот. Класс. Это, конечно, здорово. Да. Я думаю, что не буду тебя больше мучить своими вопросами. Очень рада была с тобой пообщаться, очень много интересного ты рассказала. Все, добро. Спасибо, что смотрели. Хорошо, пока. Пока.